Коронация императора Николая I в Варшаве в 1829 году является практически забытой. По крайней мере, российские историки обращаются к ней чрезвычайно редко, и я бы даже сказала, что в исторической памяти Российской империи это событие не оставило серьезного следа. А вместе с тем, это очень интересное событие, это очень яркое действо. Интересно оно потому, что ни до, ни после этого ни один из российских императоров не короновался как польский король, а с другой стороны это была такая интересная попытка найти все-таки какое-то основание для существования Польши внутри Российской империи, найти какое-то некое понимание возможности взаимодействия здесь. Взаимоотношения России и Польши вообще история, это очень интересная история, и это очень сложная история, наполненная массой противоречий. Здесь можно вспомнить и польскую интервенцию в смутное время, и можно говорить о разделах Польши в екатерининские времена. Но вот в начале XIX века, после победы над Наполеоном и в результате этой победы, в 1815 году значительная часть польских территорий как царство польское вошло в состав Российской империи. И вот здесь возникает у российской власти необходимость легитимизировать себя на этой территории, показывать собственный статус здесь. И как один из вариантов развития этих событий возникает вполне осознанная, надо сказать, потребность создать некое русское пространство внутри польского пространства. Надо сказать, что с самого начала эта пространственная составляющая была реализована в связи с позиционированием православного контекста. В Варшавском замке, который является очень важным таким знаковым объектом для позиционирования власти польской, была устроена первоначально небольшая часовня. Это был 1815 год, практически сразу после присоединения этих земель. Это была небольшая православная часовня. Через три года, в 1818 году, большая капелла этого замка была перестроена под православную церковь. То есть внутри этого сооружения появилась собственно православная церковь. Но надо сказать, что эта православная церковь не сыграла существенной роли и не стала вот той точкой, на которой можно было бы выстраивать какое-то государственное представительское помещение, от которой можно было бы его выстраивать. Потому что уже события 1826 года показали, насколько сложно сочетать православное и католическое в Варшаве. Я имею в виду, что в апреле 1826 года великий князь Константин Павлович, который был братом и покойного, и взошедшего на престол монарха, устроил в Варшаве символическое погребение императора Александра I. Александр I был погребен в марте 1826 года в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга, в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга. Но Константин Павлович через месяц практически после этого события решил устроить вот такое символическое погребение Александра I в Варшаве. Для этого в Варшавском замке были выставлены специально для этого подготовленные инсигнии — держава, скипетр, корона и меч. Но главные события разворачивались не в этой православной церкви, а в католическом соборе святого Иоанна или святого Яна, который является кафедральным собором Варшавы. Вот там был установлен большой катафалк, на нем был установлен бюст Александра I, и вокруг него происходили в нескольких недель разного рода церемонии, связанные с этой символической процедурой. При этом церемонии, которые происходили в этом соборе, на самом деле были весьма далеки от традиционных русских установок здесь. Например, во время одной из них в церковь въехал рыцарь в латах, который переломил копье у бюста Александра I, таким образом показывая, что император мертв. И вот это символическое погребение Александра I показало то, насколько действительно сложно было создать в католической Варшаве такой православный центр, от которого Романовы могли бы выстраивать собственное новое пространство власти здесь. Но вся глубина противоречий возникла уже в 1829 году, когда произошла коронация Николая I в Варшаве. Надо сказать, что коронация в Варшаве имела два аспекта. С одной стороны, ею Николай действительно реализовывал 45-й параграф Конституции польской, по которому он должен был короноваться как польский король. С другой стороны, совершенно очевидно, что не спешил это делать, и он явно не был заинтересован вообще говоря в этой церемонии, потому что она состоялась через три года после его московской коронации, то есть в течение трех лет. Так или иначе обсуждалось решение и обсуждался церемониал, который должен будет в Польше произойти. Почему это происходило? Существуют разные трактовки. С одной стороны, говорят о том, что суд и следствие, следствие и суд над декабристами и участниками тайных обществ сыграл свою роль. С другой стороны, началась очередная русско-турецкая война. Но я думаю, что тут еще важно понимать, что само устройство этого церемониала представляло собой совершенно колоссальную проблему для коронационной комиссии, которая была создана. Если посмотреть архивные материалы этой комиссии, то становится ясно, что русские участники этой комиссии смотрели на разного рода описания польских коронаций, пытались их примеривать на русский материал так или иначе. Очевидно, что коронация, которая в поле зрения попала прежде всего, это была коронация Станислава Августа Понятовского в 1764 году. Она состоялась вот в Варшаве, как раз ровно в той точке, которая была назначена для коронации Николая Первого. И я думаю, что члены коронационной комиссии и император, известно, что Николай был очень внимателен к ритуализации разного рода, он принимал участие в выработке решений, таких церемониальных в том числе. Так вот, я считаю, что участники этой комиссии, вероятно, были некоторым образом даже шокированы тем, что они увидели в этих текстах, потому что действительно церемониал был принципиально другим. Ну, по крайней мере, вот что могло произвести на них такое сильное гнетущее впечатление в том смысле, что это невозможно было реализовать с учетом русского материала. Во-первых, польский король не сам на себя возлагал корону, на него корону возлагал архиепископ, что, конечно, для русской традиции совершенно невозможно. С другой стороны, в течение коронации польский король корону несколько раз снимал, в частности, во время причастия. И еще два любопытных эпизода, которые описывают русский текст, посвященный коронации Станислава Августа. Видимо, тоже вызвали вопросы у русской стороны. Два эпизода следующего порядка. Один из них связан с тем, что во время коронации император должен был пройти несколько ступеней к алтарю, зайти на алтарь и, развернувшись к народу, вынуть меч из ножен и крестообразно три раза ударить им по воздуху. После этого он должен был спуститься со ступени алтаря и упасть ниц на землю, сложив руки крестообразно. Все эти позиции были совершенно невозможны для русского материала. Непонятно было, как можно было применить русскую традицию вот с такой польской традицией. В окружении императора возникала масса идей относительно того, как преодолеть эту проблему. В частности, Новосильцев вообще предлагал коронацию проводить на Вольском поле, то есть вообще вне какого бы то ни было пространства существующего, такого архитектурного или исторического. На Вольском поле традиционно проводился польский элекционный сейм, это была такая действительно открытая площадка, вот была такая идея, она не была поддержана. В итоге коронация прошла в зале сената Варшавского замка, то есть в совершенно светском пространстве. Большая часть оппозиции соответствовала русской традиции здесь. Состоялся въезд императора в Варшаву, был проведен смотр польской армии. Присутствовала императорская фамилия, и наследник, и, с другой стороны, государственные чиновники, высшие, конечно же, присутствовали также. Оформление пространства было выдержано абсолютно в традиции русской, вплоть до семиотических аспектов, вплоть до символики цвета здесь. Император, конечно же, возложил на себя корону сам и принял скипетр и державу. Компромиссным вариантом здесь можно признать то, что император Николай I по окончании коронации произнес присягу на французском языке. Выбор французского языка здесь достаточно интересен. С одной стороны, это связано с тем, что французский язык был языком-посредником в дипломатическом этикете, и Александр I произносил в своей речи все имена французском языке, но, с другой стороны, вот эта возможность языка-посредника, которую он предоставлял, она, конечно, здесь была воспринята, несомненно, позитивно. Кроме того, именно в этот день, в день коронации, император и императрица присутствовали на молебне как в православной церкви, так и на службе в католическом соборе святого Иоанна. Но, в целом, можно сказать, что вот эта попытка примирить две традиции власти, примирить два дискурса власти оказалась в значительной степени безуспешной, потому что коронация коронованного монарха в светском пространстве – это, конечно, что-то, что вызывало большой вопрос у русских, по крайней мере, зрителей, у русских свидетелей этого действа. И здесь, наверное, можно согласиться с известным русским историком XIX века Николаем Карловичем Шильдером, который писал о том, что в духовном отношении именно в момент коронации произошел некоторый разрыв между поляками и династией. Последующие события, в целом, подтверждают подобного рода трактовку, потому что описание коронации было издано только на польском языке, а коронационный сборник на русском, насколько мне известно, так и не появился. А уже спустя несколько лет в этом самом зале Сейма, в котором Николай короновался, в 1831 году состоялась так называемая детронизация императора, и это была уже, конечно, часть польского восстания 1830-1831 годов. Я думаю, что пространство в данном случае, пространство власти, оказалось некоторым предсказанием грядущих событий, оно возвестило начало тех противоречий, которые возникнут между Россией и Польшей в XIX веке, которые так сложно будет разрешить и в XIX и XX веке также. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok